У нас машины летают в космос, до сих пор в 21 веке у нас выключают на 10 дней воду. Это вообще, конечно, кошмар. Но я помылась, я вот вышла в эфир чистая для вас. У меня сегодня прекрасная, такая льняная, очень качественная рубашка от наших дизайнеров, которые зовутся Ни Вещи. Я прикреплю ссылку на их ассортимент. Мне очень понравилось, они мне прислали вот рубашку на пробу. И я вам скажу, что она мне прям сразу понравилась, потому что на ощупь прям классный-классный лен. Вот вчера, кстати, ходила в этой рубашке после работы. У меня вчера было выступление после работы, я переоделась в эту рубашку, чтобы чувствовать себя комфортней. И аромат дня под эту рубашку у меня был, кстати, Аль Райхан вместе с Азора от Адар Коллекшн. Вы знаете, я вообще была очень приятно удивлена стойкостью, шлейфом. До сих пор сегодня рубашка звучит у меня вот этими ароматами. Очень приятно, такая мыльная чистота. Но это Аль Райхан дает. Аромат дня у меня, конечно же, маск Кашмир. Аромат для жарких вот этих знойных дней. Ну вообще, честно, я его ношу даже зимой. Я очень люблю этот аромат. Как только у меня заканчивается, заказываю новый. Потому что это универсальный аромат ухоженной чистой женщины. Слушайте, какой жестокий хацебат. Это вот так нишанное божие. У меня, я побрызгалась в один день на ветровку и повесила эту ветровку в своей прихожей. И вот прошла где-то неделя. Я вчера зашла домой, меня сутки не было. И у меня вся квартира в этом облаке от хацебата. Это вообще, конечно, великолепие. Так, что еще хотел вам сказать. Я провожу консультации по подбору ароматов. Вы мне такую обратную связь бросаете. Мне просто плакать иногда хочется. Что вот, наконец-то, моя мечта сбылась. Я спать не могла нормально. Ты вот мне нашла ароматы, которые меня теперь будоражат. И которые я хочу. Я вообще, честно, самая счастливая, когда я слышу такие слова в свой адрес. Значит, я все это делаю не зря. И значит, я действительно умею как-то чувствовать людей. Вот, поэтому, если вы еще не нашли аромат, в который вы любитесь, или ароматы, пожалуйста, пишите мне. Мы вам обязательно все подберем. Любую капсульную коллекцию. Осень, зима, весна, лето или вечер. Или просто сексуальные ароматы, чтобы вы там уже с ума сходили. Пишите по запросу, сделаем все. Смотрите, какой у меня роскошный купальник. Сегодня долгожданный выпуск про Тициана Терензи. Вы знаете, у него очень много ароматов. Вообще, конечно, он гений. У него есть как ароматы, которые просто несносные. И ты думаешь, боже, как можно было это сделать. Знаете, такие грязные, прям потные какие-то ароматы. А есть, конечно, шедевры. Ну, как, в принципе, наверное, и в любом парфюмерном доме, который делает что-то свое и что-то уникальное. Потому что те, кто слизывают ароматы, ну, там сложно как-то что-то испортить. Можно с пропорциями немного поиграть, да, но по факту останется одно и то же звучание хорошее. Здесь же ароматы, которые он создавал сам, которые уже потом кто-то повторял в похожей направленности. Мне нравится эта марка, потому что у меня все-таки там есть любимчики. И там можно универсально найти как для мужчины, так и для женщины ароматы. Говорим сегодня про часть ароматов из этой марки, потому что их, ну, уже очень много. Они были в последний раз в наличии. Я довольно-таки много протестировала, освежила в своей памяти. Какие-то у меня там фантомные есть воспоминания. Но поговорим про часть. Потом я выпущу вторую часть, потому что иначе у нас видеоролик будет на час. Аромат Бурдель, который мне очень понравился. Прям классный там ут и вообще он такой теплый, пряный, освежающий аромат. Кстати, мне кажется, довольно-таки непопулярный. Слышен кумин с ногормотой. Прям кумин он дает в такую свежую, освежающую, острую нотку. Единственное, что, вы знаете, как-то очень странно себя повела там база. Она какая-то стала очень грязная, очень потная, какая-то не промытая. Но опять же, нужно все протестировать на коже. Может быть, у меня еще там наслоился блотер, хотя их вот так вот в разные стороны положила. В принципе, там нет ничего такого страшного, что могло бы вызвать грязь. Но бывает вот серая амбра с ванилью и сандалом, и что-то еще ут в базе, могут дать вот это немножко грязное состояние. То есть мало воздуха, мало какой-то свежести. Но этот аромат, кстати, можно спокойно подарить мужчине, и вы угадаете. Потому что здесь довольно-таки красивые ноты. Здесь и кардамон, здесь и кумин, и бергамот, и нагармота. Вот эта травка зеленая, и бальзам, там ландыш с гваяком. Гваяк это дерево, да, и вот эта вот база. Все-таки она, конечно, ванильная, но на мужчине она очень мягко может сесть. Я говорила уже, что у мужчин другая кожа, другое вообще раскрытие. Поэтому смело. Нарядный, красивый, освежающий аромат. То есть сначала будет освежать, потом немножко вот так будет, там, немного и припудрится, и приванилиться. То есть такой аромат, который перетекает в вечер, скажем так. Ну, можно спокойно мужчине. Пробуйте. Следующий аромат из коллекции Аниверсари Казанова. Я себе отдельной отметочкой сделала его. Написала, что этот аромат можно дарить мужчине вслепую, без затеста. Даже если вы его сами не тестировали. Аромат пудровый, аромат молекулярный. Потому что в базе есть амброксан. Есть кожа, есть розовый перец, есть кардамон. То есть он освежающий и такой пряный. И все вместе здесь переплетено. Это реально аромат такого Казановы. Вообще класс. Подойдет мужчинам до 40. Кстати, очень хорошо будет сидеть. Я, по-моему, нашему другу подарили вот этот аромат вслепой. Он такой брюнет с карими глазами. Но не прям сильно контрастный. Но вот прям тоже ему очень хорошо сел. Там ветивер, бобы тонко, кедр в базе. То есть он и холодный, и пудровый. Тут все вместе. Очень интересный состав. Тут, правда, и орхидея на старте с жасмином. Мы этого не пугаемся. В селективной парфюмерии нет такого, да, что если есть орхидея, то мужчине нельзя. Можно спокойно. Вот этот аромат просто маст хэв для мужчины. Ничего здесь такого сладкого вы не найдете. Цветы тут, они больше как-то сочности дают. Господи, наелась. Уж где живот давит. Цветы здесь дают тонкости, да. Очень классный аромат. Я пришла, кстати, в тестере его почти не осталось. Первый блотер я потеряла, который нормально надушила. А потом прям остатки вот эти уже выбрызгивала. Роскошный. Меня он прям очень удивил, очень поразил. И дарила я его за тест. Ваниль здесь есть в середине, я совсем забыла. Но она здесь очень мягкая. Дарите мужчинам. Дарите мужчинам, в которых влюблены. Мужчины дарите... Дарите мужчинам, которые такие соблазнители. Которые разбивают дамские сердца. Кстати, мужчине льву супер. Вот этот аромат будет. Прям классно. И мужчине, которому не хватает, может, какой-то смелости. Попробуйте. Роскошный. Чимаера. Аромат, который пудровый. Он немного мне напомнил бакару. Ну, такую пудровую бакару. Бакара вообще же не пудровая у нас. Она фужерная, холодная. Здесь прям пудра. Ароматы очень сложные. Я считаю, стартуют чабрецом с кожей, чернозем, с лавром. И все это потом уходит в пудру с пионом, красным перцем, гвоздикой. Горечи здесь чуть-чуть. Тонкость есть. Тонкая магнолия. В базе здесь сосна. Табак. Карамель. Почули. Смолы. Уд. То есть сложный. Сложный аромат. Но здесь нет мускуса. Смотрите. При этом в нем очень много жизни и очень много воздуха. Здесь все очень так выдержано. Но при этом сложно. Мужчине дарите спокойно. Будет космос. И база тоже у него огненная. Понравился этот аромат. Следующий аромат. Гумин. Хвалю. Чистый-чистый ананаз. Бьющий в нос. Это вот направленность хацивата. Только здесь нет вот этого дубового мха. И какой-то немножко еловой направленности. Очень мне понравился этот аромат. Мужчине классно. Женщине классно. Если вы любите цитрусы. Они здесь не дешевые. У трензи они не могут быть дешевыми. Есть цветы с фиалкой, между прочим, в середине. Немножко оно тут пудрит. Но даже я бы не сказала, что оно пудрит. Оно больше может быть чуть-чуть обволакивания дает. Но за счет альдегидов это все очень быстро растворяется. И все равно аромат очень дышащий. Очень свежий. Очень летний. Вот на лето вообще классно. В базе там ут, сандал, береза, мускус. Ут у нас в тепло раскрывается зеленью. Поэтому мы ничего не боимся. Здесь гумин можно брать вообще смело. Без атеста. Ничем он вас там не прибьет, не убьет. Так, следующий аромат дионисио. Ну, честно, для меня это отголоски блевотной андромеды. На андромеду я вообще не перевариваю, честно сказать. Там жесткий этот мускус я не могу. Тут и ландыш с ванилью есть. Но вы знаете, все-таки грязноватый вот аромат. Какой-то вот дает он ощущение грязи. Очень много здесь ванили. Два вида. Жасмин. Здесь ут. А здесь серая амбра мускус. Я говорила уже, что вот этот вот сандал, точнее вот этот ут. Тут еще ландыш. Вот этот ландыш, такая спорная тема. Ут с ванилью, с серой амброй бывает дается за грязноватость. Если еще сандалы туда долбануть, это вообще прям вот здесь грязноватый аромат. Мне он, честно, не очень понравился. Вот гумин классный, дионисио. Ну, как-то не знаю. Хотя многие, я слышала его очень-очень, я нет. Жалко, мамы нет рядом. Вот она итальянский знает, она бы точно сказала. Следующая линейка, дорогая Ассалюта Коллекшн. Я там протестировала два аромата. Именно на коже, именно на себе. Вы знаете, очень красивые боксы, очень красивые флаконы. Но у меня очень большой вопрос к цене. Потому что ароматы, которые я протестировала, следующие два, они классные. Реально их хочется приобрести в коллекцию. Но, слушайте, по 60 тысяч, ну, я не знаю. Конечно, он там в закупке на роддистрибьюторах будет намного дешевле. Я думаю, раза в два. Но все равно вопросы к цене все-таки здесь происходят. Ароматиль Ассалюта. Про него у меня вообще подруга рассказывала. Это очень красивые цитрусы с ванилью. Которые немного припудриваются. Очень тонкий, очень сексуальный ванильный аромат. Ну, здесь ваниль не прям так солирует. Она больше здесь смягчает и дает вот такой округлости и женственности. Очень красивый, очень женственный. Но, опять же, не 60 тысяч. То есть я, ну, я честно, может быть, что-то я не понимаю. Не могу сказать, что он как-то очень долго продержался на моей руке. То есть, ну, да, там был какой-то небольшой остаточек, который я чувствовала, да, в виде дымки. Но, по большому счету, довольно-таки быстро все ушло. Ну, не знаю. Там вроде как и лаванда есть, да, которая вот должна и пудрить сильно. Она дает пудровости здесь, но она не дает здесь резкости. Он стартанет довольно-таки освежающие и цитрусово, а потом перейдет в мягкость. Потому что там потом жасмин с розой в середине, амбра. И в базе еще дерево, ваниль, мускус. То есть очень-очень сексуальный тонкий аромат. Если у вас очень много денег, вы ищете тонкую-тонкую ваниль, пожалуйста, вот вам сюда. Тиль Ассалюта. Следующий аромат тропический сладкий Велорум. Наверное, так правильно ставится здесь ударение. Девушки рядом сказали, что аромат пахнет жвачкой. Наверное, есть немного, потому что там маракуйя, которая, кстати, постоянно почему-то путаю с ананасом в ароматах. Очень здесь классный состав. И белый шоколад здесь есть. Это для тех, кто любит гурманские, тропические, фруктовые ароматы. Очень красивый. Я его наносила на вечер на платье. Там, конечно, стойкость сумасшедшая на вещах. Я его так ощущала на себе. У меня спрашивала подруга, что это. Хотя, опять же, она спросила с руки, что у меня, не с меня. Здесь и шафран, и черный перец, и немного цитрусов, и кардамон. То есть это такой яркий старт. Потом это все лотос, чай, маракуйя, орех, гвоздика. И в базе все это сладко. Белый шоколад, ваниль, дерево, бобы тонко, амбра. Очень красивый, очень тропический. Опять же, вопрос, конечно, к цене. Эта линейка дорогая, но он классный. Вот видите, я, в принципе, почти все, что сейчас назвала, я, в принципе, расхвалила большую часть ароматов. Там есть коллекция Луна у Теренди, вот которой я прям буду мега ругать. Она прям блеватина. Там есть парочку ароматов, которые классные. Но в большей степени это, конечно, крах. Значит, один аромат из линейки Берни из Нью-Йорк Эксклюзив, я рассмотрю. Это Моро до Венеции. Очень он такой тоже популярный, очень красивый у него флакон. Этот черный с золотом, роскошь, я считаю. Очень там слышен не жасмин, почти сразу, вот на старте я услышала его. Ландыш, фиалка, на старте все это цитрусы, ананас, вази, ваниль, дуб, мускусы, ебун трава какая-то, короче, хиноки. Это, извините, пожалуйста, посмотрите, что это. Я не знаю, это, потому что это японская трава, если не ошибаюсь. То есть вижу на тепло этот аромат, но я была бы с ним очень аккуратно. Не знаю, мне кажется, мороз может на него очень плохо повлиять. А вот бархатная осень его очень красиво может раскрыть. Что-то по заметке я смотрю, он меня не очень удивил. Как-то база классная, а вот пишу, что паразиты все задыхательно делают. Почти все линейки, кроме некоторых ароматов, дышат. Ну, неплохой, неплохой, но опять же пудровые, фиалковые. То есть сейчас я не знаю, куда. Ну, вот только на вечер такой, где есть ветерок. Вот, наверное, тогда он хорошо будет звучать с морозом. Не знаю, кто носил мороз, мороду, Венецию, пожалуйста, пишите, рассказывайте свое мнение. Пишите, кстати, в комментариях ваши любимые ароматы от Тициана Теренди. Буду с радостью читать ваши комментарии. Запой, реально изучаю. И вы мне же тоже много нового открываете. Какие-то марки, какие-то ароматы. Я такая думала, о, точно. Кстати, надо сегодня проклятый ганимет пойти потестировать. Я его сегодня чуть не купила вслепую. У меня у дистрибьютора сейчас скидки на него. Я думаю, возьму вслепую. А мне говорят, ну, был империал. Да я и как бы сама знаю, что был империал. Ну, был империал, ты был империал. А в ганимете все-таки и османтусы, там, как-то вот мои ноты. Вот что-то возомнило о себе, что мне он очень нужен. Сегодня поедут проклятый ганимет точно протестирую. Есть у нас только в одном магазине в Москве, если не ошибаюсь, в космотеке. Все. Замикнусь так, вы просто не найдете. В ЦУМ приходишь, говорят, что это такое? Девушка, я серьезно. Из классической коллекции я не так много сегодня буду ароматов разбирать. Аромат Deluxe. Похож он на розу ваниль, ой, на Intense Cafe. Многие говорят, что он похож. Я слышала его на девушке, такой натуральной блондинке. Очень красиво. Очень чувственная, сладкая роза. Тут и мед, и ваниль, и кофе, и ирис, и гиацинт на старте. То есть цветы с пудрой и такой тонкой, очень красивой пудрой. Потому что база здесь с медом, но она с кедром. Немножко холодит. Красивый аромат, кстати. То есть вы любите розу, пожалуйста, тестируйте. Ну, конечно же, аромат кирки. Это мускусные фрукты, яркий праздничный аромат счастья. Аромат феерии. Аромат никогда тебя не забуду. Мавитонный уже для меня. Но когда у нас в Москве вот эта поганая слякоть, у нас нету солнца, и все в этой грязи, я иногда его ношу. Один пшик под волосы, либо заходим в облачко. И это вот просто аромат жизни. Там хоть мускус, но там очень много вот таких сочных фруктов. Но они сильно мускусные. То есть я от него устаю. И вот так вот каждый день уже не поносишь. Раньше было очень модно. Сейчас, вот видите, больше все на ганимет. Пошли минеральный, такой одеколонистый. Если, конечно, выбирать между кирки и андромедой, я всегда выберу кирки. Потому что андромеда для меня это блевотина. Просто кирки, здесь мускус в середине, он не в базе. Он, конечно, очень заявляет о себе. Но все же как-то с ним можно жить. Просто аромат настолько насыщенный, настолько яркий, заявляющий о себе, что, во-первых, нельзя ни с чем перепутать. А во-вторых, ну от него реально устаешь. Пожалуйста, тем, кто любит всякие там Блэк Афгана, пожалуйста, Лаудан Энеро. Я слышала этот аромат на мужчине, на водителе. Это было просто огонь, пушка, пожар. Очень дорогое звучание. Смолистый, сложный. Потому что здесь и ладан, и ут, и что здесь только нет. И ветивер, и розмарин, зола, и мед. И на старте тут и коньяк, и табак, и зелень. То есть и полынь с горечью. Я считаю, что это такой на мужчину все-таки аромат. Очень заявляющий себе, очень дорогой. Я считаю, что он намного лучше, чем Блэк Афгана. Он почище. Блэк Афгана для меня немножко прям грязный. Такой потняк, потняк с грязью. Вот здесь такого, конечно, нет. Просто очень дорогой. И, конечно, очень обволакивающий его на зиму. Красивый, красивый аромат женщине. Ну, не знаю, кто-то любит, кстати, такие и смолистые, и горькие. Интересно. Классный мой любимчик White Fire, Белый огонь, который я нашла вообще методом тыка. Просто мне понравилось название. Нанесла и не смогла больше без него жить. На следующий же день его приобрела. Водный зеленый жасмин. Аромат, который, как заявляют производители, раскрывается на каждом по-своему. То есть там есть вот какая-то молекула, которая, кстати, не заявлена здесь, которая при соприкосновении с вашей кожей дает свой личный аромат. Очень люблю этот аромат. Я считаю, что это один из самых красивых жасминов в парфюмерии, потому что он здесь водяной. Потому что там водные ноты. Не могу сказать, что здесь шлейфы на километр. Он такой интимный, но он очень-очень стойкий. Вот такой аромат. Про андромеду не буду говорить, не нравится мне этот аромат. Мускус ужасный, с этими фруктами смыться невозможно от него. Пьянка Пура говорила про него сложный, пудровый, удовый аромат. Сладкий, там много пудры, там много сладости. Очень много вволакивающей стой. Но он не душащий. Очень дорогой, очень сложный для тех, кто любит удовые, сладкие ароматы. Он такой, знаете, прям, я считаю, на выход куда-то раз в год. Вот, прям, надеть его, не знаю, тяжелый он в понимании. Но он очень необычный и красивый. Капут Мунди. Один из моих самых любимых удов в парфюмерии. Зеленый, дышащий, сочный, яркий. Аромат вечер, аромат праздник, аромат дорогой. Дорогущий, прям, я бы сказала. Я его просто обожаю у себя, очень хочу приобрести. Я носила его вот в конце весны. Роскошно раскрывается на вечер. Вот, все спрашивали, что это. Я девочке отдала даже, по-моему. А, нет, я ее просто побрызгала, я не дала даже от Левант. Потому что это вот такой аромат. Я его обожаю. Советую брюнеткам. Я его советую даже некоторым блондинкам. Это вот. Я серьезно вам говорю. Это, я считаю, must have. Если вы любите удовые. Но, опять же, здесь не арабский уд. Он зеленый, он сочный, он прям такой яркий, заявляющий. Ну, вот, прям, аромат красоты, праздника, дороговизны, роскоши вообще. Вот. Кассиопея. На удивление, мне понравилось. Потому что здесь красиво очень фрукты. Я здесь слышу мускус. Но все-таки нарядно звучит. Это, конечно, не кирки. Он, даже, мне кажется, больше как-то я слышу фруктов и больше воздуха в Кассиопее. Мне там ощущается персик. Вот, что мне там очень понравилось. Но, опять же, это не персик, это мракую. Видите, что происходит? Я вот мракую путаю вечно с персиком и с анасом. Не рекомендую такие ароматы на мороз. Потому что здесь прям полезет мускус. У нас просто придушит. Поэтому до плюс, ну, может быть, десяти. Вот так вот. Все. Очень интересный аромат Eclipse. Такой, кстати, мне кажется, тоже не популярный. Очень сладкая, окутывающая пудра. Очень он такой тоже необычный. Это, вы знаете, как направленный скапут мунди, только здесь очень мало воздуха. То есть здесь больше пудра. Все вот обволакивается будет, как кашемировый шарф. Я люблю такое. Здесь очень интересно, что есть лилия. Очень сложная нота в парфюмерии. Но очень классно здесь играть миндальон. Миндаль у нас немножко горчит. И он вот в эту лилию очень классно впрягается. Прям такой шоколадный потом есть. То есть он не мягкий этот аромат. Потому что все-таки лилия все перетягивает на себя. Не для всех аромат. Это вечер, это соблазнение. Очень секси. Но прям пудра, 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 пудра. То есть это Бьянка Пура и вот Eclipse. Это две пудры вот такие прям яркие. То есть ну просто Eclipse это все-таки больше... Даже не знаю. Ну вот это и то, короче, сладко. Ну, Бьянка Пура прям... Ну, короче, то и то, сладко. Просто разные там составляющие. Но вот по направленности сладкая пудра это вот сюда. Кстати, линчи. Линчи, линчи, я не знаю. Ну, вот, кстати, здесь очень красивый инжир. Обычный инжир простовато. Но красивый инжир у нас Сандал Бланка от Иван Клейк. Да, и вот здесь. В линчи красивый. Даже есть абсент. Вот на старте, а в базе стручок ванили. Ну и просто ванили. Там стручок, да, цветок и стручок ванили. Я говорю, кто любит инжир, пожалуйста, линчи. Пурпора. Для меня немножко там есть клопов. Вот так я написала. Клопов. Но они притягательны. Потому что вот эти клопы и подвалы, они все-таки дают воздуха, свежести в ароматах и какой-то жизни и холодка. Я думаю, что это все дело в розмарине. Розмарин вообще, кстати, многим отдает клопам. Вот не все любят как приправу его даже. Но на деле розмарин оказался гвоздикой. Я вот видите, все путаю. Вот горозмарин, гвоздика, а этот маракуйя, персик. Много там смол в этом аромате. Тут много ладана. Закачаться смол в базе, конечно. Амбровый бальзамический аромат. То есть тот, который должен согревать. Вот на зиму его. Мускус, конечно, здесь все равно не вбивается в нос. Но попробуйте его, конечно, и не в жару, но в тепло попробовать поносить. В холод, я думаю, сядет роскошно. То есть это амбровый бальзамический аромат, который must have для осени, для зимы. Спирита фьюрентина. Это, как говорят, клон бакары. Нет. Здесь очень много кожи, здесь очень много йода. Очень нарядный, очень красивый аромат. Кстати, на моей маме сидит с сладкими потушками. Очень красиво. На мне прям это вот мускус с йодом и с кожей. Таксиста моего одного чуть не задушил. Зимой с ним надо очень аккуратно. Два пшика максимум. Очень он шлейфовый, очень стойкий, очень пробивающий в нос. Особенно всех остальных. Но очень, кстати, комплиментарный. У меня мужчины постоянно делали на него комплименты. Он, я уже говорила, аромат универсальный для лета. Абсолют кедра. Там очень много холодных нот. Он очень красивый. Он очень классно сидит. Он мне напоминает в базе Крит Авентус. Поэтому я считаю, что с такой базой это все-таки больше для мужчин история. Но я бы его, честно, себе взяла. Потому что летом такие ароматы, это просто кайф. Он просто огонь. Смотрите, как на вас сядет. Я говорю, ну вот эта вот Критовская база, она меня немножко смущает, конечно. То есть вот немного это не женская, на мой взгляд, история. Последний аромат разберу, потому что уже очень много. Аромат Урса писала уже аромат похожий в направленности Straight to Heaven Killian. Но здесь более такой пудровый. Здесь меньше воздуха. Потому что здесь не очень холодные пачули. Очень похожий на Бореда Вильвит Хейс. Что-то у них там есть общий. Но, конечно, такой прям дорогой аромат. Дарили мы, кстати, его мужчине вслепую. Классно сел. Вот, пожалуйста. Кто на дорогой машине ездит, классно. Мужчинам супер садится, да и женщинам клево. Вначале он на мне немного странно. Не понимаю, что это дает. То ли вот этот мускатный орех с сухофруктами и ромом. Странный какой-то эффект на старте. Но потом все это очень красиво усаживается. Там и пачули, и табак. И ладан, и ветивер, и базе ут кожа ваниль. Такое он будет обволакивать. На прохладный вечер-лето. Да, когда ветерок. Все, ветерок он будет любить. Ут вообще мороз прям сильно не любит. Но зимой, кстати, его тоже можно попробовать. Будет очень красиво, я считаю, сидеть. Потому что здесь все-таки алкоголь. И это все будет очень красиво раскрываться. Играть и создавать нужную ауру вокруг вас. Вот и все, мои дорогие. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите ваши любимые, нелюбимые ароматы Туциана Теренди. Пишите, что хотели бы слышать в следующих выпусках. Ну а так это все. Всем пока. Жарко просто закачаться.